Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить на тему о том, что многие находятся в ожидании какой-то коррекции на глобальных площадках, на российском рынке ценных бумаг. Кто-то не готов рассматривать для себя инвестиции в акции, и возникает вопрос, такой закономерный, да, то есть если я занимаюсь все-таки, принимаю решение, что я занимаюсь выбором времени входа в позицию, то есть если я занимаюсь тем, что я жду, что цены на активы могут снизиться в цене, то где хранить наличные деньги? Потому что у нас есть инфляция, соответственно инфляция обесценивает денежные средства, и куда их положить для того, чтобы, что называется, припарковать денежные средства, чтобы их как минимум не обесценила инфляция или влияние инфляции было незначительным. По максимуму нивелировать негативный эффект от инфляции. Есть здесь такой достаточно интересный инструмент, в последнее время лично я его использую для своего инвестиционного портфеля, когда у меня происходит, например, до внесения денежных средств, понимаю, что цены на активы могут быть немного пониже, это не значит, что полностью целиком мои деньги паркуются в этом фонде, но тем не менее есть фонд от ВИМ Инвестиции, ВИМ Инвестиции это, соответственно, компания преобразованная от ВТБ Капитал, фонд денежного рынка. Этот фонд инвестирует, по сути, денежные средства на операции РИПО. Что такое операция РИПО? Это когда брокеры, контрагенты предоставляют денежные средства трейдерам, например, взаймы, или банки берут на краткосрочные счета денежную ликвидность. И здесь получается, почему этот фонд, тикер вы видите внизу, то есть мы специально его прикрепим, чтобы его легко можно было найти у своего брокера по тикеру. В чем преимущество данного фонда? В том, что это не совсем облигация, то есть это инструмент денежного рынка, это, по сути, деньги, которые имеют стоимость, деньги тоже покупают и за это платят определенные проценты. И преимущество данного фонда заключается в том, что когда у нас происходит рост инфляции, а Центральный банк реагирует на рост инфляции путем повышения процентных ставок, то в этом случае происходит рост доходности облигаций. То есть если мы паркуем деньги в облигациях и происходит ситуация, связанная с ростом процентной ставки со стороны Центрального банка, то облигации у нас начинают падать в цене. Это, получается, снижает норму доходности, которую мы получаем. Доходность к погашению у нас остается неизменной от момента входа в позицию, но при этом из-за того, что сама облигация в цене начинает терять, а вам, может быть, понадобится, то есть произошел какой-то кризис, произошел какой-то обвал на рынке, вам нужно выйти из облигаций и, соответственно, купить на них акции. В этот период времени может получиться так, что облигации сами по себе упадут в цене. Да, они упадут, наверное, меньше, чем падают акции, но, тем не менее, потери могут быть, особенно на краткосрочном промежутке времени. Чем интересен фонд ликвидность? По сути, это деньги, это живые деньги, которые даются в долг, причем они в долг даются на достаточно короткий промежуток времени. Промежуток времени от одного дня до трех месяцев, то есть три месяца максимум. Это операция Центрального контрагента. И преимущество, опять же, в чем заключается? В том, что вы получаете доходность, по сути, на уровне ставки рефинансирования. Какие мы можем рассматривать для себя инструменты для парковки? Во-первых, краткосрочные банковские депозиты, раз. Краткосрочные облигации, два. Ну и кэш, как таковой, три. То есть вот три инструмента, которые мы можем использовать для того, чтобы дождаться хорошего момента для покупки. Недостатки каждого из этих инструментов. Просто кэш. В этом случае мы, получается, подвергаемся инфляции. Если мы будем больше полугода ждать в кэше, инфляция при ставке 12% за полгода, на 6% наш капитал обесценится. Ну, не совсем интересно. Хотя, самый ликвидный инструмент. Второе. Когда мы говорим про краткосрочные облигации, надежных имитентов, да, это могут быть ОФЗ, это могут быть надежные корпорации, то на краткосрочном промежутке времени вы не имеете рыночного риска, то есть облигации не очень сильно падают и растут в цене. Но и доходность, которую вы получаете, она будет ниже ставки рефинансирования. Третье. У нас получаются банковские депозиты. Третье. Краткосрочные банковские депозиты. Недостатком краткосрочного банковского депозита является то, что, во-первых, ставка, как правило, ниже ставки рефинансирования. Да, она по-прежнему выгодна, это лучше, чем находиться, например, в кэше или краткосрочных облигациях. Ставка будет повыше, но вы привязаны к сроку. То есть если произошло событие, когда нужно провести рефинансировку портфеля, когда нужно докупить, например, упавшие в цене акции, и вы закрываете краткосрочный депозит, то в этом случае за досрочное изъятие вы теряете весь процент, накопленный процент. И получается тоже не совсем интересно. Когда мы используем инструмент денежного рынка от ВИМ-инвестиции, то есть, ребята, это не реклама, да, то есть это не какой-то пиар фонда ВИМ-инвестиции, то, что я использую лично сам, потому что здесь очевидные преимущества. Ставка сейчас находится на уровне 8,5% годовых. Это можно посмотреть по стоимости пиара, рассчитать, посмотреть, какую доходность сейчас несет этот инструмент. Второе, вы в любой момент времени можете выйти из данного фонда без протери процентов и, соответственно, переложиться. И третье преимущество заключается в том, что в случае, если вдруг вероятность этого достаточно высока, курс доллара будет высокий, инфляция в России будет достаточно высокий, и Центробанк еще больше будет ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентную ставку, то в этом случае средства, которые у вас размещены в фонде ликвидности, у них доходность тоже будет расти, потому что ставки на межбанке тоже вырастут. И поэтому получается, что в текущих условиях при рисках высокой инфляции и еще большего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка нахождение в данном инструменте наиболее интересное. Соответственно, вы получаете с доходности на уровне 8,5-9%. В любой момент можете выйти из данного инструмента без потери дохода. Но и недостатком является то, что все-таки доход, который вы получаете, он изменяется в стоимости пая. И с полученного дохода у вас, соответственно, будет удержан 13% подоходный налог. Но это некий такой, именно с дохода будет удержан налог, который является, что называется, кесарю кесареву богу божью. То есть заплати налоги и спи спокойно, но опять-таки сумма дохода незначительная. Инструмент менее волатильный, предоставляет высокую ликвидность. И как минимум с задачей защиты средств от инфляции и краткосрочного управления ликвидностью прекрасно справляется. Сегодня у меня на этом все. Если понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. Оставьте комментарии, какие инструменты лично вы используете для краткосрочной парковки наличных денег. Почему вы их используете и, возможно, есть еще какие-то альтернативы, которые стоит более подробно рассмотреть. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи.